поехали новый новое видео очередное видео она несколько внесистемное напрямую не связано ни жизни заповедника не с музыкой с кассеты не со старыми пластинками ни с чем скорее наверное какого-то инфраструктурного типа потому что все кто так или иначе берет в руки паяльник или как-то имеет какое-то отношение к электричеству пользуются измерительными приборами ну по меньшей мере мультиметр кто-то еще осциллографами анализаторы там много генераторами много чем сейчас я хочу немножко сделать небольшое видео о самых необходимых прибора самым необходимым приборе в практике там домашнем хозяйстве наверно это мультиметр или тестер там по-разному называют так сложилось что у меня их два у меня нет сразу скажу у меня нет большого опыта пользования разными системами все все весь мой опыт он ограничивается только вот этой вот маркой флюк лучше она или хуже чем другие я не буду говорить наверное дело вкуса зависит от цели короче 22 устройства они в принципе функционально схожи первый первый флюк 87 я начал пользоваться им я не помню даже уже когда может 91 может девяносто втором году то есть прибору по меньшей мере ну наверное лет 30 скорее всего немножко больше он нормально работает и вот этот вот другой флюк более новый флюк 17b плюс был куплен возможно десятом или пятнадцатом году по теперешним временам достаточно давно это я сразу скажу что сколько стоит вот этот я не знаю его не покупал это свое время меня обеспечил работодатель вот и вот этот стоил я бы сказал недорого там районе может быть пяти пяти с половиной тысячи рублей вот короче петли первый прибор флюк 87 очень добротно хорошая упаковка инструкция особенно не пользовалась я не буду сейчас говорить о точности измерений наверное она хорошая у них у всех вот такой вот приборчик он внешне он мало чем отличается от любого другого там дорогого и дешевого и второй прибор это флюк 17b такой вот прибор у него в комплекте щупы провода датчик температуры я кстати ни разу его не спробовал вот такой вот он имеет имеет вид если если сравнить один и другой они они похожи они похожи оба они в такой ярко-ярко оранжевые резиновые калоши такой же одинаковый примерно крутилка который переключает режим но как говорится дьявол кроется в деталях вот этот вот аппарат старый больше более чем 30 летней давности если вот взять даже на ощупь то у более нового вот это вот резиновые калоши она жесткая на больше похоже на пластик здесь же здесь же материал более мягкий более больше похожи на силикон он легче снимается одевается хоть экранчик поменьше но пользоваться вот этим вот старым прибором удобнее он комфортнее и переключение режимов он работает от батарейки крона чтобы ее поменять надо разобрать устройство надо вытащить его из калоши полностью снять заднюю стенку поставить крону но это не так часто требуется что что интересно вот это вот штука то есть аппарат можно оставить так как и собственно вот этот здесь тоже есть такая подставка на из твердой пластмассы но вот здесь вот эта штука она мягкая его можно не только поставить его можно повесить будет висеть вот на этой штуке на пластичные ее можно согнуть придать любую форму и функционально вот это вот оболочка на гораздо удобнее и интереснее приятнее в пользовании чем вот этот более новодельное устройство следствие следующее что я на чем что мне бросилось глаза переключатель рода работы на вов выключено включение включение вот этот переключатель работает мягче его чит чисто тактильно его приятнее переключать чем вот этот более жесткий может быть лучше может быть нет это делать дело вкуса конечно функционально тут наверное наверное одинаковые они все возможности испытывают насколько они точнее или не точнее других аппаратов я не могу сказать у меня опять же опыта нет но еще еще на чем я хотел обратить внимание это смена батареек но новое приборчик работает от двух элементов 2 их менять достаточно удобно поворачивается винт открывается крышка не надо аппарат вот этой вот калоши хотя наверно тоже здесь здесь такой фокус не пройдет здесь надо снимать вот эту калошу но за счет того что она мягкая она снимается достаточно легко и обратно надевается полностью там герметичное соединение нижней крышки из корпуса прибора очень все легко просто удобно батарейка меняется редко первая батарейка который была с ним не знаю она наверное работала лет десять вот теперь еще еще маленький нюанс опять же это детали щупы которые идут в комплекте вот с этим вот мы и кончайна и старым аппаратом который мы идем юсей да это сделано в сша производства сша и коробка другая и там спина пластом здесь больше похоже на упаковку на упаковку я очень не люблю но как есть так есть вот эти вот щупы они в принципе они функциональны внешне они одинаковые они похоже вот эти более новые они поярче такие же разъемы но если сравнить чисто тактильно вот эти у старого прибора более мягкий пластик вот этот оболочка вот это вот вот это вот сам сам материал из которого сделан щуп по ощущениям он мягче он легче гнется больше похоже на силикон вот вот и вот это более может быть это мое субъективное мнение но вот это он более более скажем так дубовый то есть это я не думаю что это как-то влияет на точность показаний что то что это я думаю что одинаково но качество из соединительных даже проводов она вот у старого американского прибора выше чем более нового китайского вот но еще но завершение я не являюсь специалистом экспертом в области этих самых цифровых тестеров ради ради один раз мне пришлось воспользоваться каким-то дешевым китайским цифровым мультиметром ну просто как вольтметром я просто поразился насколько долго он думает над тем какое напряжение к нему приложено то есть время срабатывания время обработки несоизмеримо с этими вот что с тем что этим флюхом я думал что флюк это к они все они все работают примерно одинаково оказалось нет дешевые тестеры срабатывают довольно долго может быть все может быть не все не знают опять же мой опыт и еще последнее такой лайфхак который мне пришлось сделать вот эти вот наконечники вот вот и вот эти вот они острые красивые но они неудобны для работы с радиоэлектроникой с разными устройствами микросхемах с тонкие с маленькими мелкими контактами и мне пришлось вот сделать вот такой вот модернизация это не я придумал это еще с тех времен когда я инженерства молодым специалистам после института люди которые занимались ремонтом разного рода тезов тс это плата твм и с они использовали в качестве наконечников иголки собственно говоря я вспомнил этот лайфхак это оказалось очень удобно если взять какую-то резиновую или термоусадку или там какую-то тонкую трубку то иголка очень хорошо решает все возникающие проблемы сложности с использованием радиоэлектроники в мелких контактах собственно все со временем конечно там накопилось много всякой фигни которая так или иначе требуется для работы с мультиметром но опять же вот это вот мой опять же мой опыт и я никому его не навязывая не говорю что надо пользоваться только флюком или там каким-нибудь филипсом или там еще чем-то это дело вкуса каждому свое но вот у меня такой опыт и друг другого нет вот собственно на этом все спасибо за внимание